На улице Просвещение, почти совсем у моря, теперь можно встретить не только мини-гостиницы и отели. Здесь нашли более быстрый способ заработка. К примеру, на этом участке раньше стоял трехэтажный жилой дом, но землю выкупили, здание снесли. И теперь на его месте многоквартирный жилой комплекс, где уже продают площади. Несмотря на то, что официально здесь разрешено возвести три этажа, строители, как говорится, разгулялись на все восемь. Работали ударными темпами три месяца, и бетонная коробка почти готова. Теперь сюда не иссякает поток риэлторов, которые привозят потенциальных покупателей и предлагают им стать обладателями квадратных метров у моря. Законно мы построим. Здесь же земля. Мы знаем человека, который жил, кто продал эту землю. Анатолий Рак знает, что это здание самостроено, но тем не менее решил купить здесь квартиру. Говорит, и цена, и расположение дома оказались важнее полного пакета документов. Море близко к блокам купаться. Есть, конечно, риски. Есть страховки жилые. И подобные риски только растут. В рамках кампании по борьбе с самостроем в Сочи за последние два года снесли почти 700 объектов. Это торговые павильоны, гаражи и почти сотни незаконных жилых построек. Власти постоянно предупреждают покупателей квартир. Погоня за дешевизной может привести к плачевным последствиям. Рассчитывать на компенсации не стоит. Только с начала этого года вступила в законную силу порядка 260 решений судов о сносе незаконных объектов. Из них более 100 – капитальные жилые строения. Обжалованию эти решения уже не подлежат. И об этом стоит задуматься тем, кто, например, готовится отпраздновать новоселье в доме на улице Нагорный Тупик. Здесь распроданы почти все квартиры, хотя у застройщика нет никаких разрешительных документов. Еще один самострой растет возле отеля, который, видимо, решили расширить. Но необходимый отступ между зданиями не соблюден. Да и площадь застройки превышает допустимую как минимум в два раза. Всего в Адлере в данный момент возводится более 10 незаконных объектов. Может ночью, может еще в какие-то дни, праздничные дни. Однако в наше управление ежедневно объезжают эти объекты. И если на них существуют аресты, значит вызываем судебных приставов. Созваниваемся. Если нет ареста, значит полицейские выезжают, вывозят отсюда с объектов рабочих. В суде дела о самостроях могут рассматриваться и месяц, и год. Застройщики подают апелляции и стараются как можно быстрее возводить здания, надеясь затем узаконить их. Однако в администрации города уверяют, такие постройки в итоге ждет только снос.